Российская демография по определению означает миграцию. Мы вторая страна после Соединенных Штатов по количеству мигрантов на нашей территории. У нас нет европейских проблем с мигрантами, потому что в России идет миграция трудовая, здесь никто не платит безумных пособий на мигранта, в том числе и нелегало его жену, детей и всех родственников, которых он выпишет из Сомали, из Судана или из Пакистана. У нас не существует этнических анклавов такого рода мигрантов. И строго говоря, проблемы с мигрантами по сравнению с проблемами не только Европы, но даже и Соединенных Штатов минимальны. При этом понятно, что у нас 2-2,5 миллиона узбеков, 1,5 миллиона таджиков, от 400 до 800 тысяч киргизов, это основные группы мигрантов. И понятно, как бы это не хотелось нашим чиновникам не признавать, что эта ситуация будет так усугубляться, потому что страна вымирает, свят мест пусто не бывает. И вообще было бы 30-40 миллионов китайцев с их способностью и способностью к адаптации, поскольку мы видим их и в Калифорнии, и на Гавайских островах, и вообще во всех тех местах, куда эти люди приезжают. Но, наверное, можно было бы спокойно говорить о демографическом будущем России. Если, конечно, дать возможность этим людям спокойно жениться, осваивать русский язык, еще меньше воровать на местах и больше помогать, в отличие от того, что происходит сегодня. Потому что сегодня провалены все программы по приему даже русскоязычных мигрантов, откуда бы эти люди не приезжали. Эффективно ли действие правительства? А у нас какое-нибудь действие правительства когда-нибудь было эффективным? Ну, скажем так, со времен Бориса Годунова, который был, конечно, эффективным менеджером, я таких действий не знаю. На сегодняшний момент всерьез эта проблема не обсуждается. Ее обсуждают под прицелом защиты прав либо гопников, либо абреков, либо работодателей, которые действительно безобразно наживаются на людях, держа их в скотских условиях, либо популистов, политиков, которых близко нельзя подпускать к занятию, которое им кажется правильным, а надо бы вместе с их криками по поводу мигрантов держать на скотном дворе, крутить хвосты коровам, что является максимально эффективным использованием их интеллектуального ресурса. Надо понимать, где и как люди работают, как их фиксируют, давать соответствующие условия для того, чтобы те из этих людей, кто может адаптироваться в стране, в ней адаптировались, если у них есть соответствующее желание работать, замечательно, это и есть пополнение российского населения, отсекать криминал, намертво отсекать попытки зарабатывать на этих людях, используя статус мигрантов-нелегалов для того, чтобы им давать возможность поработать и поплатить денег мелким чиновникам, в том числе из милиции на местах. Вот и все. Лекарство очень простое. Может ли это сделать современное российское государство? Не уверен. А оно может сделать что-нибудь в какой-нибудь вообще сфере умно и толково. Есть ли люди, которые хотели бы этим заняться не для того, чтобы поспекулировать на свою будущую политическую карьеру, а чтобы решить вопрос? Не уверен. А, собственно говоря, в какой сфере это происходит? Можешь, конечно, клонировать в очередной раз Шойгу и бросить его заниматься мигрантами. Но, боюсь, что один толковый министр на всю Российскую Федерацию вряд ли может быть растиражирован. Так что пока ждем. Специалисты, которые способны хотя бы оценить ситуацию, есть. Будут ли их кто-нибудь слушать? До чего бы.